Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский университет выиграл два мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. В университетскую клинику поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви». В библиотеке имени Лобачевского планируют оцифровать редкие татарские рукописи. В конце прошлого года Казанский университет выиграл два мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. Все подробности далее. Оба исследования будут связаны с изучением работы генов человека Так, один из грантов, которым будет руководить японский исследователь Йошихиды Хаяшизаки Посвящен изучению скелетных и сердечных мышц Данный проект будет реализовываться на базе совместной лаборатории Казанского университета и Японского института Рекен Будет изучено, почему скелетные мышцы и сердечные мышцы отличаются друг от друга А почему сердечные мышцы, скажем так, подвержены ишемическим атакам Второй грант посвящен изучению развития и предотвращения опухолевых заболеваний Руководить проектом будет швейцарский ученый Симон Ханс Ове Андрей Киясов также отметил, что благодаря мощной инфраструктуре ВУЗа Сформировавшейся за последние 10 лет, ожидается успешная реализация обоих проектов Ну это по сути дела две точки, то есть я сказал, что это связано с генетикой Но две точки, это два, скажем так, кита, которые будоражат все здравоохранение Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте А от онкологии на втором месте во всем мире На реализацию проектов запланировано три года Общая сумма грантов составляет 180 миллионов рублей Диана Желенкова, Универ Ньюс Казанский университет присоединится к акции «Час Земли» 27 марта на один час в знак неравнодушия к будущему планету Будет выключена архитектурно-декоративная подсветка Около 40 зданий Казанского федерального университета В университетскую клинику Казанского федерального университета Поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви» Что нужно сделать для получения прививки от коронавируса Расскажем в нашем следующем сюжете Мы в университетской клинике Казанского федерального университета По адресу Вишневского, 2А Именно здесь можно привиться первой зарегистрированной в России Вакцины от коронавируса «Спутником Ви» В интервью нашему телеканалу сотрудник университетской клиники Врач-эпидемиолог Диана Суфьярова Рассказала о том, какие этапы проходят желающие получить вакцину Для того, чтобы записаться на вакцинацию, можно через единый портал госуслуг Также можно позвонить по телефону колл-центр 233-3200 При себе необходимо иметь паспорт, полюс и СНИЛС По приходу, получается, пройдут анкетирования Заполнят анкеты после осмотра врача для оценки состояния пациента После чего необходимо спуститься вниз в прививочный кабинет Там уже пройдет сама прививка После чего необходимо 30 минут посидеть, чтобы специалист понаблюдал за состоянием Пациент университетской клиники, которого мы снимали, рассказал, что очень редко бывает в медицинских учреждениях совершенно не болеет Но вопрос, почему решили сделать вакцину, уверенно отвечает Главный аргумент – жена Илья Андреев, Фарид Захит Углы, Универньюз Отдел рукописей и редких книг Казанского университета совместно с Институтом восточных рукописей Российской академии наук Планируют оцифровать редкие татарские рукописи Подробности в сюжете В научной библиотеке имени Лобачевского находится самая крупная коллекция арабографических рукописей в России Ее общая стоимость составляет около 6 миллионов рублей Бесценные издания капризны и требуют особого ухода Поэтому ученые кафедры биохимии контролируют, чтобы в книгохранилище не попали вредоносные микроорганизмы Исследование нашей уникальной коллекции ведется на протяжении более полувека В отделе рукописей их обеспечивается необходимыми нормами, которые определило законодательство Температурный режим от 18 до 22 градусов Режим влажности от 50 до 60% для того, чтобы можно было сохранять и бумагу, и кожу, которая используется для переплетов Благодаря современным технологиям с наследием татарской культуры смогут ознакомиться все желающие Некоторые работы уже доступны в электронном формате на сайте библиотеки Для удобства пользователей глобальной сети планируется создание отдельной площадки Речь идет, конечно, о создании специализированного портала Где каждый желающий мог бы найти возможность для того, чтобы познакомиться уже с оцифрованной копией Фоксимиле того или иного источника и, собственно, самому попытаться поработать А в дальнейшем это стало бы основанием для исследователей вместе с научными комментариями выпускать их уже в печатном виде Чтобы ускорить процесс, Казанский университет планирует запустить летом школу реставраторов по бумаге на базе Болгарского заповедника Ариадна Кугушева, Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Универньюз Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин вручил государственные награды Российской Федерации и Республики В числе отличившихся татарстанцев профессор Казанского федерального университета Фануза Нуреева Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета запускает бесплатные экспресс-курсы по подготовке ЕГЭ Молодые евангелисты и в МИТВМК подробности в следующем сюжете Качественно, быстро и без лишних трудностей подготовиться к единому государственному экзамену по математике и информатике теперь будет проще Это первая полноценная инициатива в области образования и централизованной подготовки к ЕГЭ от ИВМИД Курсы будут проходить для базовых школ института, а также для активных, хорошо успевающих школьников других учреждений среднего образования Введут у нас данные курсы преподаватели высочайшей квалификации Гуендинова Аида Фаритовна с стажем работы порядка 30 лет, 29 лет, там скоро 30 лет будет И Сидоров Анатолий Михайлович, который непосредственно является вообще в принципе экспертом в вопросах ЕГЭ по математике и обладает стажем работ более 50 лет Для школьников также проведут индивидуальные дни открытых дверей, чтобы показать, как учатся в институте вычислительной математики и информационных технологий Так можно усилить группы, в которые будут поступать абитуриенты, чтобы получить высокий уровень базового контингента студентов уже на первом курсе В частности по предмету информатика занятия будут построены следующим образом Сначала будут лекционные занятия, где мы будем рассказывать теоретический материал, показывать способы, методы решения задач Потом школьники перейдут уже в другую аудиторию, разделятся по более маленьким группам И будут под руководством преподавателя отрабатывать навыки самостоятельного решения задач, которые могут быть им предъявлены во время экзамена Занятия будут проходить один раз в неделю, по две-три пары в день Стартует программа 16 апреля и продлится до 28 мая Подробности можно узнать на сайте Казанского университета Энджима Небаева, Ленар Тавлитьяров, Универньюз Портал «Культурное наследие Татарстана и татарского народа» до 2022 года планирует пополнить данные о фольклоре татар Об этом сообщил директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета Айрат Сидиков В университете к разработке и наполнению базы данных привлечены сотрудники лаборатории междисциплинарных археологических и этнологических исследований Института международных отношений, аспиранты и студенты Студент первого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Хан Магомет Рамзанов завоевал третье место в первенстве России по тэквондо среди молодежи от 17 до 21 года Подробности в сюжете Хан Магомет Рамзанов занимается тэквондо уже восьмой год Когда-то девятилетним мальчиком он попал на секцию совершенно случайно и ему очень понравилось На соревновании молодой тэквондист из Дагестана состязался весовой категории до 68 килограммов Провел четыре боя, три из которых выиграл Суть тэквондо в том, что это боевое единоборство В основном это руки и ноги Этого тоже занимал хорошие награды В 2017 году выиграл первенство мира В 2019 году выиграл первенство России В прошлом году также выиграл первенство России Среди юниоров это 16-17 лет Хан Магомет Рамзанов уже начал готовиться к студенческому чемпионату России Который пройдет в Люберцах с 14 по 17 мая Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс На этом все В студии была Мария Журавлева Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях А также на сайте телеканала До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok